Всем привет, ребята! С вами, как обычно, Димао, и сегодня у нас награды за Викинг Лигу, гарантированные АПЛ, ТОЦы и даже ИКОНА будут на видосе, поэтому сегодня будет очень интересно. Итак, парни, начинаем с дивизионов, как обычно, что это? Возьму, наверное, на основном аккаунте антрейд вариант, давненько я антрейд вариант не брал. Четвертый ранг первого дивизиона, вот так вот. Будет, в принципе, 4 пака, поэтому все нормально. Здесь совсем не хватило чуть-чуть рейтинга, чтобы собрать гарантированного ТОЦа, чтобы его сразу открыть. Поэтому, наверное, после красных пиков буду открывать уже ТОЦа. Надеюсь, красные пики нам в этом помогут. Так, ну что, два мега-набора сначала откроем, разомнемся. Итак, волкаут хотелось бы увидеть сразу. Ладно, в принципе, неплохо. Со створчик мы начинаем. Это Бразилия. Так, это Ринато. Ринато Агусто, 83 рейтинг. Хорошее начало, ничего не буду говорить. Так, и 83, и 82. Замечательно. Еще один мега-набор. Пак за 35 кусков. Мега-набор. Итак, волкаут, ребята. Итак, волкаут. К сожалению, это не ТОЦ, но это очень хорошо. Так, Испания ЦАП, 86 рейтинг. Это Давид Сильва, конечно же. Но вот этот рейтинг может нам очень хорошо помочь. С гарантией на ТОЦ АПЛ. Поэтому я очень доволен. В принципе, замечательный. Отличный пак. И у нас еще 5 паков впереди. До гарантированного ТОЦа. Электром набора игроков. Давайте его откроем. Сначала откроем 2 вот этих пака. Потом у нас будет 3 улучшения. Премьер-лига. Пак с игроками. Мимо, мимо, створок. Доминго, 75 рейтинг. Отлично. Еще один пак с игроками. Очень полезный сейчас пак, потому что куча СБЧ, куча сборок. Все игроки нужны. Даже Сильверы. Волкаут. Волкаут. К сожалению, не ТОЦ. Второй же волкаут на основном аккаунте. Хорватия. Это Модрич. Модрич. Модрич, ребятки. Отлично. Просто отлично. 87 рейтинг. Спасибо. Гарантию ТОЦа мы откроем до пиков 100%. Тут у нас Информ Модрич. И что, и даже 83-му Тиньо. Так, очень неплохо, парни. Меня прямо сейчас награды за Дивы порадовали. 2 волкаута. 86 рейтинг. 87. И 3 пака премиум набора игроков Премьер-лига. Ждем волкаут. Синий волкаут. ТОЦа я пока еще не ловил из АПЛ ни одного. Так, створки. Это Бельгия? ЦЗ. Хорошо. 85 рейтинг. Ну, прям вообще здорово. Засыпали рейтом. Таким хорошим, качественным рейтом. 85-86-87. Еще один премиум набор игроков. Премьер-лига. Тут ТОЦы должны сыпаться один за другим. Ну-ка. И мимо. Вновь мимо. Ну, парни, я, короче, открыл их уже, наверное, штук 15 на каждом аккаунте. По 15. Честно скажу, по-моему, даже волкаута не было ни на одном аккаунте. Поэтому, конечно, вся надежда сейчас на последний премиум набор игроков. Итак, ждем. Волкаут. ТОЦа. Дайте ТОЦа. Да почему не ТОЦа? Ну-ка, хорош уже. Бразилия. ЦОП. Это, сами понимаете, это Фабиньо, конечно же. Блин, я, конечно, Фабиньо очень рад, ребят. Но не то, чуть-чуть не то. Волкаут дождались. На видосе сегодня вообще третий волкаут. Когда такое было, я даже не могу вспомнить. Так, замечательно. И Патрисио даже еще здесь есть. К сожалению, парни, даже вот этих трех топчиков не хватило, чтобы дотянуть до 87-го рейтинга. Поэтому после красных пиков придется его открывать. Золото 3 по итогу последнего уикенда очень неплохо игралось на двух аккаунтах. На основе 14-2, на втором аккаунте 17-2. После замечательной серии из 16 побед словил два поражения на втором аккаунте. И все. Поэтому два пика открываем. Ловим сейчас двух тотсов. Нам нужен здесь один хороший тотс в основу. И один для СБЧ на гарантию тотса. Поэтому миссия довольно-таки ясна. Поехали. Открываем сразу. Топчика ловим. Ну-ка. В принципе, отличные карты, парни. Хорошие карты. И Гюндуган, и Соучек. Ну, возьму, наверное, Гюндугана. Все-таки чуть-чуть поинтереснее у него карточка. Хотя вот Соучек замечательный опорник. Но все-таки Гюндуган. Гюндуган хорошая карточка. Вряд ли, конечно, я пущу его в гарантию на тотса. Ну, как-то было бы не очень это правильно. Второй пик у нас еще есть. Смотрим. Так, надеюсь. Супер сап будет у меня. Так, смотрите. Ну и второй пик довольно-таки неплохой. Ребят, я прям даже не знаю, кого брать. Или Шоу, или Фофана. Чекнул цену я, парни. В принципе, даже по цене они одинаковые. Шоу 280, Фофана 240. Поэтому вот чисто вот уже... Наверное, возьму Шоу, парни. Все-таки Шоу. Хотя за Фофана я играл. У него очень симпатичная карточка. Ну, он достоин 100% вашего внимания. Ну вот, золото 3 и 2 очень хороших пика, я так считаю. Это 2 игрока в основу. На моем основном аккаунте не так-то все просто с составом. А сейчас он выглядит вот каким-то вот таким образом. После сборки на Далглиша и рейтинга не особо много в клубе. Да и вообще в целом как-то довольно-таки грустно все. Кстати, вот сейчас, парни, я смотрю на состав и думаю, что Фофана, наверное, зашел бы сюда прям идеально. Ну, вот что-то типа такого получается с новыми тотсами, которых я поймал. В принципе, довольно-таки неплохо. Но у нас еще есть гарантия тотса. Просто надо найти игрока, которого надо закинуть на эту сборку. И пришло, парни, время кем-то пожертвовать. Я не знаю, кто это будет, но пора прощаться. Может быть, Робьё. Блин, на самом деле, наверное, стоит засунуть обычную карточку того же Канте. Альдер Вейров, ну-ка, выручай, дружище. Ну и все, парни, накидал я 87-й рейтинг. К сожалению, придется со своими суперсабами прощаться. Джей, Хакими, это очень приятные карточки, но сейчас по-другому никак. После сборки Далглиша, конечно, все в плане рейтинга в клубе печально. Поехали. Да, 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 прощаюсь я с вами. Гарантия тотса. Третий тотс будет уже на этом аккаунте с английской премьер-лиги. Это радует. Но до тотсов давайте, наверное, еще откроем мега-наборчики. Парочку штук. Давайте, два мега-набора, пак за полтинник и к тотсу. Итак, что здесь у нас? Что здесь у нас без волкаута, без створок? Окей. Так, 81-й рейт. Неплохо, неплохо. Так, ну и остался пак за полтинник. И, конечно же, тотс, который поставит точку на этом аккаунте в наградах. Набор редких игроков. Пак за полтинник. Волкаут ждем. Итак, волкаут есть. Тотса. Тотса, пожалуйста. Почему не тотс? Что жлобитесь, ребята? Центральный защитник Франция. Реал Мадрид. Рафаэль Варана. Отлично. 86-й рейтинг. Рафик стоит сейчас около 20-ки. Но, опять же, ребят, четвертый волкаут на этом аккаунте. Четвертый волкаут еще. Тут еще и Лена в паке. Замечательно. 85-й, 86-й. Давненько таким количеством волкаутов меня не радовали. Ни на одном аккаунте. И вот. Игрко. Тотс премьер-лига. Сейчас мы Игрко откроем Тотса. Поехали, ребят. Теперь я не откажусь от Фафана даже. Диаш. Есть хорошие ребята. Есть хорошие защитники там. Или от Крайков. Ну-ка. Бразилия. Кто это? Вратарь. Конечно же. Конечно же Эдерсон. Да. Здорово, парни. На Эдерсона у меня глаз лежал с первого дня, как он вышел. Вот Эдерсон и Соучек. Поэтому миссия выполнена. Кстати, с защитой АПЛ, которая у меня есть сейчас. За Эдерсон даже можно поиграть парочку ВЛ. Но, конечно же, вратарь. Сами понимаете, что это. Итак, ребят. На втором аккаунте мы уже и паки за дивизионы берем. Трейд-вариант, конечно же. На втором аккаунте только трейд-вариант я беру. Поэтому. Кстати, здесь паки будут немного получше, чем на основе. Здесь я выполнял какие-то задания. И третий ранг первого дива. Так, отлично. Спасибо, что я прошел квалификацию. Мне сообщают здесь. Итак, два пака за дивы и парочку улучшений я собрал. Премиум набор игроков и 80 плюс один игрок. Ну, давайте. На втором аккаунте тоже ни одного ТОЦ с АПЛ я не видел. Хотя, вот на втором аккаунте состав из АПЛ здесь больше. Итак, первый заход и сразу волкаут. Это ТОЦ, парни? Это ТОЦ? Англия? Тихо! Центральный полузащитник. Это Челс, это Маунт. Так, замечательно. Вот такое вот начало. Второй аккаунт. Стрейд-пак и Маунт. Я не знаю, сколько Маунт стоит. Это прям мощно. Так, здесь Маунт, Динь. Так, все правильно. Трейд-пак. Все правильно. Маунт стоит около 300 кусков, ребятки. 286. Блин, это замечательно. Здорово. Все знают, что я провожу определенные махинации на этом аккаунте с монетами. Поэтому замечательно. Так, редкий мега-набор. Пошел редкий мега-набор. Уже есть ТОЦ один, парни. Итак, второй волкаут подряд. Что происходит? Посмотрите. Это Франция. Что здесь? Варан опять. Да, опять Варан. Ну как же, Реал вчера вылетел из Лиги Чемпионов. Поэтому надо побольше его игроков поназасовывать. Всем в паках. Рафаэль Варан. Тоже неплохо. Я очень доволен. Итак, парни, два пака. Кстати, я ошибся. Я уже ТОЦ собрал здесь вчера. Поэтому сейчас самые два сочные пака. Премиум набор игроков Премьер Лига. Первый ТОЦ есть на этом аккаунте. Отчет пошел. Итак, без волкаута. Но с творочки есть. С творочки это всегда приятно. Португалия. Патрисио опять. Патрисио. Так, вот такие бестяры. И на этом аккаунте готов ТОЦ. Он нас уже ждет. Поэтому открываем сразу. Состав покажу перед красными пиками. Давайте так. Заход. Пожалуйста, не флаг Бразилии. Пожалуйста, EA. И не Чехия. Блин. Фуууу. Хорошо. Два Эдерсона. Прям как в старые добрые времена. Эдерсон на основном аккаунте. Эдерсон на втором аккаунте. Супер. Спасибо, EA. Так, сохраняем Эдерсона в клубешник. Конечно, рейтинг мощнейший. Он очень поможет для сборок всяких карточек интересных. Быстренько покажу составчик свой на этом аккаунте. Вот как так состав выглядит, парни. И, в принципе, вы видите, что здесь у меня есть игроки из АПЛ. Их целых четыре. В принципе, даже Эдерсон сейчас может место занять в составе. Вот так вот ставим Эдерсона в состав. И у нас что? У нас целых пять игроков из АПЛ. Тамори, Эрнандес, Неймар. Остальные иконы, с которыми очень удобно будет всех линковать. Поэтому, ну, просто ждем хороших игроков. Итак, золото. Два на этом аккаунте. Я говорил немного ранее про это. 45 тысяч монет. Чуть-чуть получше будут паки. И, конечно же, пики. Теперь выбор из четырех игроков. По идее, должно быть что-то лучше. Но на основном аккаунте и так довольно-таки неплохо. Далее. Гендугана и Шоу. Поэтому, что? Просто открываем, парни. Ждем. Может быть, какой-нибудь сон выпадет сейчас. Так, опять Эдерсон. Эдерсон преследует меня. Но здесь и Гендуган есть, и Карила. Вот если бы Карила выпал на основном аккаунте, я бы его взял. Парни, суперсабы там нужны. Просто катастрофы. Как их не хватает. И второй пик пошел. Смотрим, что здесь. Вот так. Карила, Гомес, Гюндуган. Тут еще и Яго есть. Но, не знаю. Возьму Гомеса. Потому что здесь суперсабы не нужны. Гомес все-таки рейтинг. Чуть-чуть поболее, чем у Карила. Ну, вот такие два пика. Два Эдерсона, два Гюндугана, Гомес и Шоу. Вот такие вот Тотс АПЛ сегодня у нас были. Осталось еще, конечно, совсем немного паков. Но они трейдовые. В любом случае, даже если самые топчики здесь выпадут, я их обязательно продам. Итак, редкий мега-набор. Три пака открываем. И остается кумир у нас на видосе еще. Это будет просто круто. Так, здесь творки. Итак, это Украина. ЦАП. Динамо Киев. Это информ. Я, кстати, не знаю, пропустил команду недели. Здесь Буяльский. Ну, ладно. 80 рейтинг. Еще плюс 10 кусков. Почему нет? Можно прям даже сразу вот так вот смело сделать. К сожалению, сейчас информа ничего не стоит. И я не думаю, что они уже в цене прыгнут до конца ФИФы. Редкий мега-набор. Ставит точку в трейдовых паках. Сегодня на видосе. Итак, без, хотя сказать, без створок. Но створки есть. Створки есть. Так, Германия. Центральный полузащитник. Горецко. Горецко. 84 рейтинг. В принципе, я доволен. Парни. Сегодня на волкауты не жалуюсь. Потому что сами видели, сколько их было. И Мейсон Маунт стрейдовый выпал. Поэтому все просто круто. Набор игроков не отпускает нас. Ей. Все. Приблизились мы к очень интересному паку. После ТОДС ФПЛ не менее интересный, на самом деле, набор со средним или премиальным кумиром. Это мой такой трейд-аккаунт. Здесь я периодически делаю всякие СБЧ. Поигрываю там с КВБ за какие-нибудь задания. Поэтому здесь прям супер игрока не жду. Но просто ради интереса. Кто же вот выпадет в этом прекрасном паке. Хотелось бы, конечно, флаги Бразилии. Хотелось бы зубастого Роналда. Я бы тогда даже задумался. Итак, пошел. Флаги Бразилии. Ждем. Итак, флаги Франции. Тоже неплохо, кстати. ЦОП это Макелеле. Не знаю, Вера ЦОП или нет. Так, это Десаи. Кстати, хорошая карточка. Но вы все прекрасно понимаете, что... Это статы центрального защитника. Сто процентов. Удары 54, пассы 69. Для полузащитника это, конечно, не то. Совсем не то. Но в любом случае карточка довольно-таки прикольная. Вот если выпала бы она на основном аккаунте, можно даже какие-то рокировочки было придумывать. А на этом аккаунте, в принципе, это особо не важно. Поэтому, парни, ставим лайки, подписываемся на канал. Я с вами прощаюсь. Счастливо. Удачи вам в паках, конечно же.